Те силы в Армении, которые понимают, что информационное поле, если его не контролировать, может привести к тому, что россияне по-иному начнут воспринимать политику Еревана, откровенно запереживали. Об этом сказал Дэйаз, известный российский эксперт по международным конфликтам, журналист-расследователь Евгений Михайлов. Отметим, что после фильма Михайлова «Карабахские концепции преступного мира», рассказывающего о роли карабахских боевиков в криминализации ситуации на юге России, в армянских СМИ заговорили о его небеспристрастности и работе на Баку. Такую реакцию российский эксперт объяснил тем, что армянскому агитпропу просто нечем крыть изложенную в его фильме информацию. Более того, армяне, похоже, до конца не верят, что в России есть те, кто реально оценивает ситуацию и не боится провокаций. По мнению армянских пропагандистов, все, кто пишут что-то не в интересах Еревана, куплены Баку. Очень близорукий подход, но пусть продолжат так думать. Чем больше будут заблуждаться, тем больше в России специалисты будут акцентировать вопросы, связанные с армянской проблематикой. Хочу отметить, что лично в моей деятельности нет предвзятости. Я расследую преступления всех этнических группировок, и армяне стоят в одном ряду со многими. А чаще речь идет о них просто потому, что на юге России превалируют именно они. В России есть армянские мафиозные группировки. У каждой из них своя направленность, и с каждой весьма успешно борются правоохранительные органы. Некоторые из них уже фактически разгромлены на юге России, благодаря усилению контроля со стороны государства. Однако многие из преступников ушли в легальный бизнес. Мафия продвинула своих ставленников в госорганы. Именно это является на данный момент проблемой, которую планомерно решает государство, сказал Михайлов. То, что не только южный регион России, но и многие другие области уже находятся под фактической властью армянской мафии, которая прикрывается названием «Диаспора», доказывается также составленной картой заселения России армянским этносом. Нам торжественно сообщают, где и в каком численном соотношении армянам удалось устроиться в России, особенно на благодатном юге страны. Согласно данным переписи населения России, проведенном в 2010 году, 9 лет назад только в Москве проживало более 106 тысяч армян. Самые крупные заселения армянами регионального города России наблюдаются на юге, а конкретнее в Сочи – 82 тысячи человек. Далее следуют такие города и городские округа, как Ростов-на-Дону, Краснодар, Санкт-Петербург, Пятигорск, Ставрополь, Армавир. Словом, из 23 городов, в которых выявлено заселение представителями армянского этноса, почти 15 относятся к южному региону России. И это очень серьезный сигнал. Посмотрите на эту карту. На ней красными точками показаны места заселения армянами региона в России. Каждая красная точка – это 500 человек. И сколько, по-вашему, армян проживает на юге России, и какие доказательства необходимо еще привести, чтобы русские наконец осознали, что они подставили свои спины под армянский нож? Армяне в ходе устойчивой и многолетней миграции в Россию сформировали во многих ее городах диаспоры. Самым крупным городом России по численности армян является Москва. Наибольшая концентрация армян отмечается, как говорилось, на юге страны, что связано также с участием этого народа в колонизации Северного Кавказа в дореволюционное время, например, городов Кизляр, Святой Крест, Армавир и другие. Во многих городах юга России армяне входят в первую тройку полюдности. За пределами Северного Кавказа наиболее крупные диаспоры армян сложились в городах-миллионниках, таких как Волгоград, Нижний Новгород, Самара, Красноярск, Новосибирск, Екатеринбург, что свидетельствует о высоком уровне урбанизированности представителей этого народа и занятием ими определенной экономической ниши. И это еще весьма скромные официальные показатели заселения армянами России по итогам 2010 года. За последующие десятилетия количество армян в России утроилось как минимум.